если верить рекомендациям европейским американским цивилизованных стран значит спорят то ли да то ли нет огромные исследования короче все сходятся в одном и кардиологи и хирургии 30 миллилитров алкоголя чистого это в пересчете на этиловый спирт вреда не наносят вроде как согласились что такое 30 миллилитров алкоголя это 70-80 грамм водки то есть это такая стопарик такой водочки вот либо это грамм 150 200 вина но стакан вина сухого естественно да я не знаю кто пьет каждый вот кто из вас упьет каждый день стакан или полстакана или два стакана каждый день это называется алкоголизм вялотекущий но если каждый день это самое засаживать по стакану вина ну я просто не имею такой возможности вот я знаю что итальянцы пьют там там кто-то там чехи пиво пьют или там баварцы там каждый день понимаете я не имею возможности приехать домой и засадить стакан вина потому что я выпью стакан вина через 20 минут зазвонит телефон и как между на такси или там ну хорошо я приехал а там больной тяжелый ну и куда я после этого стакана вина а если еще и родственники это же исключено понимаете нашей жизни вот поэтому поэтому я не знаю я не знаю я как говорится в юности наверно выпил все что надо и прекрасно себя чувствую сейчас то есть я как-то очень редко очень редко у нас сухой закон просто на работе и я искренне этому радуюсь потому что это редкая ситуация для нашей страны потому что обычно хирурги вообще кардиохирурги в частности любители этого дела ну особенно в старые времена когда хоронили каждый день понимаете реально хоронили вот тогда вот в девяностые начале 90 в конце восьмидесятых каждый божий день то есть и на и операцию не только больной как на эшафот шоу но хирурги тоже так сказать шли как на эшафот поэтому если помер больную помянуть надо надо понимаете ну а если чудом остался жив так ну как как за здравие то не выпить от водки от коньяка ломилась все от хорошей водки от хорошего коньяка плохого тогда не был при советской власти